Меня зовут действительно Анна Касьяненко. Занялась я проблемой экологии 1 мая. И вот с этого момента мы успели сделать многое. Мы раскрасили урны, провели экофестиваль, на который потратили меньше месяца. И, пожалуй, он стал одним из крупнейших экофестивалей города. Насколько я понимаю, самым крупнейшим экофестивалем города. Проблема меня стала волновать не случайно. Это, наверное, характерно для всей России. Экология в топе того, что нас волнует. И люди также это осознают. Вот здесь плохо видно в инфографике. Но первое обозначение. 62% считают, что экологическая ситуация ухудшается за последние годы. И что они при этом могут влиять на ситуацию. 89% считают, что они как-то могут повлиять на экологическую ситуацию. Так что все не безнадежно. Однако без инициативности граждан, очевидно, горожан, мы все имеем зону комфорта. И если экология пространства квартиры у нас достаточно освоена, мы, по крайней мере, наводим порядок в себе в квартире, спидим за тем, что кушаем, то за пределами квартиры все достаточно печально. Это характеризуется, наверное, для всех городов России. За последние годы люди перестали отвечать за какие-то дворовые территории, городские территории, парки, пространства, скверы. И из-за этой бесхозности мы даже экологически комфортно для себя пространство лишились. Что можно с этим сделать? Я взяла небольшое интересное социологическое исследование на Международной студенческой электронной научной конференции. Объясню, почему. Потому что я пыталась в сети найти вообще хоть какую-либо информацию, статистику, как волнует людей экология. Но это было сделать непросто даже на сайте Гринписа. Новости не обновляются. С 2012 года каких-то крупных статистических исследований нет. И найти вообще какую-то информацию о каких-то важных проблемах сложно. Мне приходилось делить цифры в гуманитарию, чтобы выяснить, например, сколько в среднем пластиковых бутылок россиянин потребляет. У меня получилась цифра 156. В развитых странах она в два раза больше. Но меня она испугала, потому что на переработку, в общем, ничего практически из этого не уходит. И вы представляете, это все остается. 156 бутылок в год у нас на земле, рядом с городами. И если как-то не решать эту ситуацию, она будет только ухудшаться. Ну вот, собственно, они провели небольшой опрос в своем городе. И вот такая характерная диаграмма, что задумываются об экологии в основном люди старше 45 лет. И при этом даже те, кто старше 45 лет, практически ничего не знают о том, что с этим всем делать. Проблема есть, а как ее решать никто не знает. Но решение есть. На самом деле, если проповедовать эко-культуру, если каждый возьмется, в особенности активисты, организаторы, за эту проблему, то можно достаточно многое поменять. От сокращения потребления до того, чтобы организовывать какие-то действительно экологически комфортные пространства. Ну вот тут мне есть чем похвастаться. Вот мы провели, собственно, эко-фестиваль, который стал таким двигателем, локомотивом, за которым произошло много, который потащил много изменений. Фестиваль вызвал такой отзыв богатый. Во-первых, люди посетили его, сообщества объединились в который раз на событиях. Зеленые стали между собой больше общаться. И начали появляться уже какие-то локальные активности, которые выплеснулись в город. То есть в парках начала появляться какая-то эко-мебель, какие-то комфортные пространства начали создаваться. После нашего фестиваля была налажена сортировка мусора на Зеленом острове. Это только там вот толика малая того, что было сделано. На самом деле запустились вот такими крупными событиями, типа городского пикника в Омске, есть хороший пример, типа лофтов каких-то, творческих пространств в Перми. Вот когда такие большие фестивали культурные или экологические проходят, запускаются изменения именно в этой сфере. И подключаются самые разные категории. От художников до бизнеса. В общем, это небольшое исследование, результат Экспо-2010, всемирные выставки, где были выделены критерии самые важные, по которым оценивается комфортность города. И в двух из них экология, она на самом деле ключевой параметр. Вот этот дядечка, возможно, кому-то знаком, этот прекрасный урбанист, его зовут Святослав Мурнов, он приезжал и рассказывал про городские сообщества и продолжает развивать эту тему на многих ресурсах. Вот его цитата, мне даже не надо говорить, прочитайте. Городские сообщества, почему именно они? Почему все начинается, изменения с нас, простых смертных, с низов, с организаторов, с зеленых, с зоозащитников, с художников, с дизайнеров. Все начинается с низов, потому что бизнес в России в особенности заинтересован в том, чтобы максимально извлекать прибыль. Социальная ответственность у него сейчас не в приоритете. Такая сложилась ситуация. Власть, она сейчас заинтересована прежде всего в сохранении лояльности к себе. То есть у власти один интерес, чтобы сохранить структуру, которая сейчас есть, чтобы она не разрушалась. А городские сообщества, пожалуй, им-то город интереснее всего. Они выходят за пространство своих квартир, чтобы что-то менять. Ну, собственно, сначала формируется запрос. Запрос есть. Нужно менять пространство, делать его более экологичным, приятным, комфортным. Есть люди, которые готовы подключаться. Все начинается от художников, потом подключается и бизнес, и власти, и дизайнеры. И когда происходят фестивали, вот по классификации Марунова, есть три этапа. Сначала происходят какие-то локальные события, потом фестивального масштаба, а потом люди выходят в пространство и начинают менять свой город, делать его удобным для себя. Ну, собственно, для этого и нужны зеленые фестивали. Их задача объединить городские сообщества, наладить коммуникации между городом и бизнесом, властью, между городскими сообществами. И создать такой тиражированный пример, который можно было бы не только в своем городе сделать, как городской пикник прошел и растиражировался по другим городам России. То есть сама идея, она может распространиться. Главное, чтобы она шла снизу. Вот как это происходило у нас в городе. Есть готовая методология, мы разработали, о том, как проводить подобные зеленые фестивали в других городах. Пожалуй, про это мне бы хотелось поговорить поподробнее. Первая задача — это объединить участников, заинтересованных лиц, чтобы создавать регулярно какие-то экологические мероприятия. Опять же, я воспользуюсь двумя классификациями по формированию команды. Это классификация Мурунола, которого я упоминала, и Ицхак Адинеса. Может быть, вам они знакомы. Очень важно в команде собрать идеолога, организатора, коммуникатора. Чуть подробнее потом расскажу. Предприниматель, производитель, администратор, интегратор Ицхак Адинеса, на мой взгляд, более глубокая схема. И книгу рекомендую прочитать отдельно, но пока проще вот эту вот структуру раскрою на Муруново. Идеолог отвечает за стратегию. Очень важно, когда вы организовываете какое-то мероприятие, привлекать человека, у которого есть видение того, как это состоится в конце. Этот человек знает, как будет выглядеть картинка события. Он хорошо себе представляет, как будет выглядеть событие, кто в нем будет участвовать. Он может цензурировать участников, которые поучаствуют в фестивале. Он может общаться с бизнесом и властью на первоначальных этапах. Очень важно, чтобы идеолог присутствовал при старте проекта. Это критичный момент. Организатор, человек, который отвечает за все технические мелочи и детали. Человек, который везет на себе все. По квалификации Ицхака Одиссиса, это производитель. Он вынужден заниматься всеми мелочами от того, как добыть питьевую воду, до того, как будет звучать звук на сцене. И коммуникатор. Его немного недооценивают. В особенности идеолога-организатора. На самом деле без коммуникатора многое не случится. Это человек, который является душой компании и примирителем в коллективе. Вот если будет все трое, такая команда способна делать масштабные фестивали по-настоящему, масштабные события. Ну вот, несколько тысяч людей привлечь, трое способны организовать события масштаба городского. Вот, коммуникатор также может являться переговорщиком на этапе, когда идеолог заключил предварительные договоренности, и дальше работать с бизнесом или властью. Очень важно, когда сформирована команда, а все-таки именно с командой все и начинается. То есть, когда вы говорите, делается фестиваль, он делается на самом деле двумя-тремя людьми, которые отвечают за все. А вся остальная команда, она просто помогает. Без них, конечно, ничего не состоялось бы, но такими процессами невозможно управлять, если нет, вот, ядра. Когда ядро сформировалось, переходим к этапу привлечения заинтересованных людей. Для нас это были снабженец, человек, работающий со спонсорами, человек, отвечающий за связи с общественностью, дизайнер, куратор волонтеров, потом методолог, звукач, несколько кураторов площадок, техник и электрик, также социолог. Все перечисленные, на самом деле, принесли большую пользу проекту, потому что необходимо было и ангетирование, чтобы понять, что было хорошо, что плохо. Необходимо было и люди, которые отвечали за звук, и те, кто курировали площадку, потому что, ну, всем не успеваешь заняться. Как только сформировано чуть большее количество людей от ядра, идет поиск контрагентов, с которыми дальше продолжается сотрудничество при организации таких больших фестивалей. Это администрация, с ней нужно быть осторожным. При любых событиях, если вы организовываете концерт, лекцию, даже какие-то маленькие события, предпочитайте полагаться на себя, потому что власть, как я уже говорила, заинтересована в сохранении самой себя, и с ней работать очень долго. Это характерно для всей России. То есть этап согласования может длиться месяцами, что убьет любые малые и большие проекты. Поэтому максимум, что можно сделать, это согласовать место и пространство с властью. Это делается за несколько месяцев. Когда нет такой возможности, можно найти обходные варианты и маневры, найти пространство частное или договориться на уровне муниципального учреждения. В случае нас это были парки. Потом необходимо направить письма при больших фестивалях, чтобы оповестить государственные структуры, это МВД, скорая помощь и всяческие муниципальные учреждения, расположенные поблизости от проведения фестиваля. Это больницы, школы. Всегда, когда вы планируете проводить такие фестивали, стоит проводить личные встречи. Это, в принципе, характерно, на самом деле, для любой организации. То есть, вот как только вы принимаете участие в качестве волонтера или в качестве организатора выступаете, предпочитаете, предпочитаете все интересующие вас вопросы выяснять лично. Как только коммуникация достаточно хорошо налажена, можно переходить на звонки, а детали обсуждать в переписке. Вот все проговаривать, то, что было проговорено по телефону, и в личных встречах, в переписке. Но всегда в приоритете должны быть личные встречи. Их ничего не заменит. И нужно стараться делать их как можно больше. При фестивалях, самым ключевым, наверное, лицом после... Да, после, наверное, власти, как только все согласовано, идут неформальные городские сообщества, НКО и гражданские активисты. Ну, собственно, те, кто будет принимать участие. Музыканты, создатели квестов. Вот в нашем случае мы привлекали как можно больше людей. Несмотря на то, что это был экологический праздник, мы раскрывали все аспекты экологии, чтобы люди, в принципе, зашли в это пространство и получили какую-то отдачу. Будь то ребенок, который поиграет в игры на экологическую тематику, или взрослый, который пройдет квест и впервые задумается там, как деревья влияют на город с помощью игры. Это могут быть самые разные варианты. Проявите фантазию. Обязательно привлекать местные компании. Вот, собственно, наверное, задача любых организаторов привлекает, прежде всего, местный бизнес. Мы на Экопикнике работали со Скуратовым, Лапшичной. Это такие местные легенды для города. Продолжать стоит работой со СМИ. Когда вы организовываете что-то во дворе или организовываете что-то в масштабах города, здорово наладить контакты с главными коммуникаторами города – СМИ. Они знают всех СМИ. Журналисты знакомы с представителями практически любых профессий и могут быть вам полезны именно как коммуникаторы условные. И могут помочь вам рассказать о вашем мероприятии, чтобы о нем узнало как можно больше людей, поучаствовало бы в нем. Или, опять же, основная задача больших зеленых фестивалей – сделать так, чтобы каждый человек пришел домой, открыл поисковик и набрал какой-то запрос, и впервые задумался о поведении, что-то изменил в себе и начал активнее участвовать в построении родного города. Систематизация работы по выбранному направлению. При организации больших фестивалей, больших событий экологических, обязательно составлять таблицы. Без них вы утонете в массе информации, этим будет заниматься, скорее всего. Организатор. Хорошо бы по классификации Адизиса доверить это администратору. Такие таблицы лучше составлять в Гугле, чтобы можно было их оперативно править. Советую, в принципе, вам чаще пользоваться онлайн-площадками, где любой человек, у которого есть доступ к таблице, может оперативно изменять информацию. Это удобно при организации. Вот, собственно, перечислены, как можно составлять таблицы, как мы это делали. Обязательно указывать контакты, чтобы оперативно можно было созвониться. Вот так это выглядит, например, сейчас, когда мы организуем городской пикник и составляем плащ таблички. Четвертое, что нужно сделать при организации, это поддерживать коммуникацию между контрагментами после события. То есть вот у нас есть бизнес, власть, люди, которые поучаствовали в площадке и СМИ. Со всеми ними нужно разговаривать. Разговаривать, как они относятся к вашему событию, что они хотели бы изменить, что добавить. Ну, это на самом деле самое правильное, чтобы проект не был однодневкой, а жил дальше. И, собственно, рассказываю, что произошло после Экопикника. Да, еще раз говорю, вот 1 мая мы решили запустить такую эко-движуху в городе. Решили привлечь внимание к теме мусора. У нас было 4 тысячи рублей из благотворительного базара, собранный. На эти 4 тысячи рублей мы накупили краски и раскрасили урну. Я даже покажу это. Может быть, вы их видели на Зеленом острове. Сейчас такие появились еще по городу. После этого мы решили, что этого как-то недостаточно. Надо провести какие-то события. После этого сразу же пошел субботник, эко-пикник, в котором поучаствовало несколько тысяч людей. Это стало событием городского масштаба. И после этого к команде присоединились много людей, которые продолжили двигаться вместе с нами. Рисовать экологические комиксы для детей. Делать велопарковки для города. Опять же, продолжать разрисовывать урны. Делать городскую мебель вместе с нами. Ту, которой пользуется весь город. Это, в общем, все бюджетно, все реализуемо. Очень много людей начали, в принципе, контактиться между собой и создавать какие-то свои сообщества. До нас был интересный проект по дворам. Вот здесь, к сожалению, не успела я фотографии понабрать. Называется проект «Другие берега». Ребята вместе с жителями опросили жителей, что они хотят изменить в своем дворе. Художники пошли навстречу и сделали детскую площадку совместно с жителями. В нефтяниках, в отдаленном городском районе, грязном, необжитом. После этого жители вместе с художником, сначала они скептически смотрели на художников, которые разрисовывали гаражи, которые вместе с детьми играли. Потом присоединились, начали сами красить трубы, что-то как-то участвовать в жизни двора. А потом этот двор стал местом притяжения, местом силы. И люди начали тиражировать этот пример. Появился другой проект «Двор мечты». Тоже ребята решили дворы украсить вместе с жителями. И случайный человек, который узнал об этом проекте, потом рассказывал на встрече, что его так зацепила идея, что он пошел и покрасил бордюры у себя во дворе. То есть это работает, как только это начинается, как только вы начинаете это делать у себя, как только вы выходите за пределы комфорта, за пределы квартиры, получается свет и радость. Это этап рефлексии. Рассказываю, что было сделано на эко-пикнике. Налажена сортировка мусора. Слава Богу. Мы рассказали про эко-практики, сделали мебель и продолжаем трудиться в выбранном направлении. Вот, собственно, и все. Спасибо. Основные проблемы городские, которые действительно можно решить при помощи подобных мероприятий. Какие можно решить? Да, конкретно основные проблемы у нас, которые можно решить без масштабного какого-то городского участия отлично активистами. Да, есть пример такой. Во-первых, мусор – одна из самых таких актуальных проблем. Мы недавно проводили социологические опросы, когда работали на Стрелке, город своими руками. Мусор прям фигурировал. Действительно, он волнует многих амичей. Думаю, это не только наша проблема, но и многих провинциальных городов, где не хватает денег на уборку территории. Для отдаленных районов это, в принципе, характерно. Вот был такой пример в Бразилии Куритивы, когда была создана система мотивации. Субботники такие, общегородские, и, в принципе, людей за фрукты и овощи, за бесплатный проезд в автобусах мотивировали убираться в родном городе. Это сработало. Один из самых грязных городов мира очистился за пару месяцев силами школьников и людей без определенного места жительства, потому что мотивация была создана такая, что захотелось убираться. И сейчас это один из самых чистых городов. Собственно, мы в наших планах также будем создать субботники с подобной системой мотивации, где мы сортировали бы мусор, рассказывали бы об этом параллельно, и в конце от спонсоров, от бизнеса, жителям отдаленных районов давали бы, например, какие-нибудь сладости местные. В нашем случае это Любинская сгущенка, например, может быть. В других городах какие-то товары местного производства. Вот что может решить городское сообщество. Проблема мусора, например. Если я хочу читать омские паблики, я замечаю, что людей очень мало волнует к проблемам мусора, и для выкидки нефотированных отходов это сильно волнует продукты собачьих людей. То есть люди считают, отличаются в комментариях, что лучше будете так строить собаку, а то будет странно станет чистой, если мы решим, что мы говорим. На самом деле тут вопрос... Как работать с собаководом, и защитить к самим утилизациям? Ну, с другом и Будкой Умск мы работаем. Вообще можно создать инфраструктуру. Опять же снизу. Это не требует каких-то супер больших затрат. Можно организовать у себя во дворе площадку для выголы собак. В общем-то так это и делается в цивилизованном мире, когда есть площадка для выголы собак отдельно, а есть там жилая и детская зона. Это вопрос нескольких тысяч рублей, то есть отгородить маленьким деревянным заборчиком, сделать соответствующую табличку, обсудить главное это с жителями, очень важно поработать и сделать у себя во дворе. Вот Мурунов рассказывал про такой случай, что вот он поспорил со своим другом, сможет ли он от нелегальной парковки избавиться за сутки. Он как это сделал? Поговорил с женами, высадил на месте парковки клумбочки. И жены запретили своим мужьям парковаться. Ну потому что я с Галиной Ивановной из соседнего подъезда сажала, а ты будешь парковаться. Понимаете, что это не решает проблему структурно, но в принципе развернуть активность в своем дворе и сделать что-то. Организовать тот же субботник или маленький мини-фестиваль свой дворовый. Если говорить конкретно про собак, то у меня не у вас собак, но у меня есть конкретная работа, что у них не дали чай, которые президенту воинской обещают. Я ее знаю, но мы с ней еще не работали. Дело в том, что бы организовать одну и одну подачу площадки, необходимо про 64 этакона, потом подать заявку, найти подачу на плане свободного участка, подать заявку на этот участок, потом договорить об отбористой и несколько десяток часов администрации, чтобы этот участок было с нами, потом только собрать уже сколько-то тысяч рублей и так далее. Я знаю, я занималась возможностями согласования, но есть обходные маневры. Хотелось бы этот депутат, чайка пока не знает. Ну, вопрос, делать это по закону можно, долго и не всегда эффективно. А можно... Это классный вопрос, нам нужны помощники, если вы согласны, присоединиться к проекту. Мы можем дать какую-то юридическую поддержку со стороны нашей или бизнес найти соответствующий, то есть помочь друг другу. Собственно, задача подобных фестивалей, она одна, наладить коммуникацию между субъектами города. вопрос в людях. То есть приходит человек, который заинтересован в этой проблеме, и решает ее. А мы ему помогаем. Как просто? Вот честно, мы простые горожане, то есть даже нет некоммерческой организации зарегистрированной. И вот, понимаете, провели фестиваль, наладили сортировку мусора в парке, белопарковки начали делать, эко-комиксы начали делать, мусорки раскрашивать. И это все, ну, поначалу только на энтузиазме. Нашли бизнесменов, готовых оплатить краску. Пожалуйста. То есть это вопрос... Другой метод договориться с жителями. Когда, вот как в Перми происходит, устанавливаются арт-объекты, и жители не спрашиваются. Они могут быть разрушены со временем, испорчены, и как только человек, который вот с болевым усилием продвигал тему арт Перми, уходит, Перми сразу снова возвращается в состояние обычного постиндустриального города. А если с жителями совместно организуется площадка для собак, грубо говоря, то есть вы проводите опрос сначала людей, готовы они, не готовы, огораживаете это заборчиком, власти особо это не будет волновать, пока там вы не будете противостоять им. Ну, с ТСЖ, конечно, это сделать проще. С ТСЖ, конечно, это сделать проще, но ЖЭК-арт, например, который вот воспроизводится в городе в катастрофическом каком-то масштабе, никому не мешает, занимает территорию, и вот это проявление творчества людей, и оно воспринимается спокойно. Если вы сами организуете, не думаю, что будет с этим проблема. То есть можно это сделать по закону, можно менять сверху, инфраструктуру пробовать менять законным способом. Это нужно на уровне федерального законодательства менять ситуацию, да, инфраструктуру создавать, чтобы проектировщики на начальном этапе отключали место под Google собак. Но наш вариант — это идти снизу и делать так, чтобы это просто работало. Ну, собственно, вот то, что я говорю, это работает, и мы просто методологию эту разработали после. То есть вот мы провели мероприятие, отрефлексировали и составили такую вот методику, по которой можно было бы это воспроизвести, если вы захотите это сделать у себя в городе. Снизу менять можно очень много, вот по-настоящему. Главное не вот говорить, всё бессмысленно, власть будет противостоять нам. Лучше сделать. Даже если это проживёт некоторое время, это может стать тиражировым примером. Я вот спокойно отношусь к тому, что урны наши пытались внести, но они были очень тяжёлые, поэтому вандалы не справились. Или вот у нас были катушки на зеленом острове промышленной, которые мы выкрасили в яркие цвета в виде столиков. И тоже ребята пытались их укатить к себе куда-то на дачу, но не смогли. Ну, просто стоит закладывать, что какие-то вещи будут случаться. Но всё равно это не означает, что не нужно стараться. Вот знаете, городской пикник тоже самое большое событие города. Они тоже действуют как отдельные активисты. И письма они составляют примерно следующим образом. Мы это всё выложим в сеть, кстати, вот эту методологию. Активисты обращаются к МВД с таким-то вопросом. Инициативная группа граждан обращается в муниципалитет, с таким вопросом. Всё. То есть физические лица. Сначала это тяжело идёт, но по закону всё нормально. Ну, а с властью, как бы, в департаменте города, вся эта культура, по моему опыту, это очень сильно тормозит все процессы. то есть, да, власть может ускорить процесс, предоставив пространство, но потом всё равно, да, потом будет спрос, и который... Власть же, у неё свой интерес, она заставит вас отрабатывать. Лучше инициативу поддерживать снизу, тогда горизонтальная сеть, которая создаётся с помощью сообщества, она устойчива. А если вы будете зависеть от властей, то власти вам скажут «да», и вы будете делать так. Власти вам скажут «нет», и вы не будете делать. А когда вы делаете это просто с сообществами, вы не привязаны ни к площадке, ни к власти, ни к бизнесу, ни к чему. Даже экранопорядка на грибнике, ведь кто-то должен отвечать за вообще... Да, если это на муниципальной собственности, то отвечает, например, парк. Но мы договаривались ещё параллельно, вот так как мероприятия мы организовывали меньше, чем за месяц, нам скорые просто отказали, им пришлось договариваться в Евромеде. То есть, ну, варианты есть, с частниками договориться. Главное, чтобы... Евромед вам оказал как благотворительную помощь? Можно так сказать, но вообще-то скорая помощь, она, ну, по закону, они обязаны её оказывать. Ладно, они должны оказывать. Они не должны вам ничего. Скорая помощь? Да, скорая помощь, ну, как? Дежурить имеете в виду? Нет, ну, они, да, они благотворительные, можно сказать, оказали, но по закону скорая помощь. Человек, который врач находится рядом, он обязан оказывать. Конечно, у нас не дежурят у вас. А вот МВД они тоже как бы нормально прийдут? Как вы хотите, ну, прийдём, мы постоим. Они тоже, как только получают они письмо, вот в методологии было указано, что, ну, надо составлять письмо, как только они получают письмо, они осведомлены о том, что мероприятие проводится, а значит, обязаны обеспечить его сопровождением. Тут с этим проблемой. Но у вас какая была франция? У вас были стройки в полиции на... У нас были охранники парка, вот, но в следующий раз нам с полицией рекомендовала... Обратиться непосредственно к ним. Ну и это понятно. Мы не ожидали, что мероприятие будет... Массовым? Да, настолько массовым. Я спрашиваю, если что-то случилось, кого вы спросили? То есть, с парка. То есть, в принципе, муниципальное учреждение было виноватло? Нет, полиция присутствовала. Они пожурили нас мягко, что мы слишком поздно их уведомили. Вот и все. Но наказали бы парк. Администрация парка. Это же муниципальное учреждение. Городское. Наказали за что? Если полиция присутствовала. Нет, вне всякого сомнения, если бы что-то случилось, кого-нибудь наказали бы. Давайте рассуждать объективно. Козла отпущения бы нашли, и, может, даже это были бы мы. Но, опять же, это... Это... Способ ничего не делать, или что? Нет, я спрашиваю просто, как технология. Технология есть. Просылка, писем, уведомления. Каждая полиция, каждый отдел согласится. В смысле? Если мероприятие массовое, они обязаны? Нет, они вам не обязаны. Они не должны дежурить у вас на мероприятии. Кто-то должен внести ответственность за... Кто организатор? Понимаете, вы частное лицо. Вы даже не организация общественная. Как только мероприятие массовое, полиция присутствует. Частное охранное агентство нанимаете и охраняйтесь. В общем... В общем, у вас не было проблем. У нас не было проблем, да. Но я бы хотела с вами это обсудить потом, когда. Мне просто интересно, потому что у нас бывает проблем с полицией. Ну, конечно, это же не частная компания. У них свои задачи. Они должны вам... Вы идёте в ОМВД, рассылаете письма, и они не охраняют массовое мероприятие? Ну, это настолько странно, потому что... У них есть полномочия. Частное агентство... Ну, давайте в частном порядке. И всем подвижим. Ну-да, давайте. Ещё вопросы? Да? Угу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...